Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Руслан Хубиев, у меня дома ремонт, мы снимаем на улице. И снимаем мы не просто так, потому что мы были уверены, что до этого постоянно стабильно делали ролики про Айзнеров, но оказалось, что нет. И поэтому впервые на канале вы видите второй ролик по премии Айзнера, самой престижной премии в комикс-индустрии. И номинация «Лучшая продолжающаяся серия» или же «Лучший ангоинг». Как и в случае с лимитками, номинанты у нас есть. Разные, интересные, занимательные. Однако многие из этих серий, скорее всего, уже у вас на слуху. О многих вы, скорее всего, уже слышали. Если не от меня, так от кого-то другого, потому что лучшие ангоинги имеют тенденцию повторяться. Давайте же посмотрим, какие номинанты у нас в этом году. Биттер Рут – Дэвида Уокера, Чака Брауна и Сэнфорда Грина. Издательство Image. Департамент правды – Джеймиса Натаниана IV и Мартина Симмонса. Image. Иммортал Халк – Элла Юинга и Джо Беннета. Ну и ряда других людей. Издательство Marvel. Найтфинг – Тома Тейлора и Бруно Редонда. Издательство DC. Something is Killing the Children. Джеймиса Натаниана IV. Уточнил я, как будто не знал этого. И Уэртера Деледера. Издательство Boom Studios. У вас сразу же могут возникнуть вопросы из разряда, почему Иммортал Халк находится в номинации «Лучшая продолжающаяся серия», если он уже давно не продолжается. Но это мы оставим жюри и прочим людям, ответственным за выборку серий. А наша задача здесь немножечко посмотреть и взглянуть со стороны сбоку, с краю, что это вообще за серии такие, стоит ли тратить на них своё время и в целом, как Айзнер навыбирал в этот раз. Поправочка. Айзнер мёртв, к сожалению. Он уже ничего не выбирал, но выбирали другие люди. Начнём мы с комикса «Биттерут». Как бы вам сказать, номинации этого комикса я был очень сильно удивлён, потому что за весь год с момента выхода последнего выпуска, ну, уже предпоследнего выпуска, за год вышел один, ровно один номер. И серию номинировали на «Лучшую продолжающуюся серию». Я бы ещё сильнее удивился, однако есть и объяснение этому, очень натужное, с натяжкой, но это был последний выпуск, вышел последний выпуск. Серии «Биттерут», которая завершила данную главу истории Сангри, и давайте же взглянем в целом, что это за серия, ретроспективно, и стоит ли её читать. Комикс «Биттерут» начал выходить в далёком 2018 году, и он рассказывает нам о семье Сангери, семье охотников на монстров, которые становятся таковыми из-за ненависти. Сеттинг данного мира показывает, что именно ненависть превращает людей в чудовища. Подставьте сюда любую ненависть на расовые почвы, на почве вероисповедания и так далее, и поймёте суть данного произведения. Разумеется, встаёт дилемма, можно ли излечить чудовища, или же обратного пути нет. Ну и всё в таком духе. Данный комикс является не столько сюжетно направленным, сколько идеологически направленным. Думаю, поэтому он стабильно и хватает Айзнера каждый год. Это произведение по своей сути отлично вписывается в понятие «за всё хорошее против всего плохого». Очень простую истину, которая понятна каждому, из которой глупо спорить. Если же закрыть глаза на морали направленной серии, то мы получим максимум неплохую мистическую драму с парой-тройкой колоритных персонажей. В сеттинге гардемского ренессанса. Джаз, одежда 20-х годов, занятные механические дизель-панковые приблуды и мифология, переложенная на современный лад и реалии. Но тут возникает вопрос. А что, если самой идеи тебе мало? В таком случае данный комикс вряд ли вызовет у вас восторг и заставит бежать и читать. Лично у меня дальше идеи, сеттинга и парочки персонажей дело не пошло. Комикс читался долго, туго и не оставил особого послевкусия, несмотря на восторг мирового сообщества. Визуально комикс червуще красив. Сенфер Грин порой радует замечательными разворотами и приятным глазу рисунком, от которого носки не слетают, но на которые хочется смотреть и дальше. Сухом остатке мы получаем гарлемских истребителей демонов с социальным подтекстом и довольно простой, но положительный посыл. В общем, вот этот самый биттеррут. Идейная социальная штука, которая может зайти визуально, которая может зайти кому-то сценарно. Однако в меня эта серия, скажем так, не попала. То есть она была неплохой, она была нормальной, но серию номинировали 4 года подряд. И не просто номинировали, серия брала Айзнера 4 года подряд. А так как Айзнер уже прошел, я знаю результаты, вы можете догадаться, какая серия стала лучше в этом году. Но мы оставим это, наверное, на интригу на самый конец. В общем, да, биттеррут брал много лет подряд, потому что идейно, потому что суть такая. И хорошо это или плохо решать вам, стоит ли его читать или нет, тоже решать вам. Я рассказал о серии, показал серию, а дальше уже думайте сами. Вы же умные там у меня и читающие. Второй номинант в нашей рубрике это комикс-департамент правды, Тайнина 4 и Симонса. Ну и на самом деле ряда других людей. Тоже серия, о которой говорилось много, серия, которая обсуждалась много раз, серия, которая идет довольно давно. И серия, которая интересна. Данное произведение в какой-то момент произвело на меня впечатление несколько лет назад, и я прям вдохновился. И стал ее активно читать. И чем дольше я ее читал, тем сильнее я погружался в водоворот конспирологического безумия. Однако серия выдалась довольно интересной. Про комикс-департамент правды было сказано многое, в том числе и мной. Но всегда можно повториться, не так ли? Данный комикс рассказывает нам про агента Колла Тернера, который всю свою жизнь изучал конспирологические теории. И в процессе узнал, что возможно все конспирологические теории в равной степени как правдивые, так и лживые. Что если Земля действительно плоская? Но только в том случае, если огромное число людей в это поверят. И тут на свет выходит специальный департамент. Департамент правды, занимающийся сдерживанием массовой истерии, которая делает безумие реальностью. Это произведение, которое позволяет узреть всю глубину недоверия людей к этому миру и знакомит с бесчисленным количеством мистических и параноидальных вещей, которые в век соцсетей распространяются со скоростью лесных пожаров. А также данный комикс рассказывает историю одного человека, который оказывается втянут в пучину событий, начавшихся еще в его детстве. Данное произведение это явно не то, что можно посоветовать людям, ищущим легкое чтиво. Это не просто комикс про конспирологические теории. Это энциклопедический срез, который позволяет через данный формат узнать больше об истории Америки и всех прилагающихся элементов. Но данный формат тянет за собой сложности восприятия, потому что порой перед тобой всплывает целая гора текста, посвященная особенностям политики какого-нибудь Ричарда Никсона. И если ты не в теме от слова «совсем», продраться будет тяжело. Что по рисунку? Ну, тут как всегда, Симмонс прекрасен в своей грязи и в своих разворотах. Даже если читать комикс порой очень тяжело, смотреть на него всегда приятно. Тоже тяжело, но приятно. Комикс стильный до нельзя, но при этом очень давящий. С гостевыми художниками происходит похожая ситуация. Стили разнятся, но при этом стараются придерживаться одной цели – посадить в тебе дискомфорт и неуютность. «Департамент правды» – интересная серия во всех смыслах этого слова. И, очевидно, это та серия, которую я за милую душу продолжу читать. «Департамент правды» – вещь, которую я бы посоветовал прочесть. Но вещь, которая, может сказать, довольно тяжелая для восприятия. Тем более, если у вас там нулевые познания в истории Америки, в конспирологии, в прочих таких вещах. Если вы только про этих шара, знаете, и плоскоземцев. Хотя даже так вы найдете много удовольствия при прочтении. Серия все еще выходит, и надеюсь, что серия будет доведена до ума, и серия дойдет до логического завершения. Хотя в конспирологиях логики не так уж много. Как хотелось бы. Следующая серия, о которой мы поговорим, это серия под названием «Иммортал Халк». Серия, которая выходит уже довольно давно, выходила уже довольно давно, и не так давно закончилась, о которой мы много раз говорили. Как же сложно придумать, что нового, можно сказать, про серию, столь часто появляющуюся у тебя в различных роликах, подкастах и прочем контенте. «Иммортал Халк» – знаковая вещь. Комикс, без сомнений, заслужил этот титул. Но если начать копаться и разбирать почему, возникают проблемы. Потому что эта серия на своем протяжении давала очень и очень много всего. Мы видели уход от привычной концепции Халка, постоянный контраст боди-хоррора и философских размышлений на тему бытия и семейного насилия, психологическую вивисекцию персонажей, копание в его прошлом, пространные эпикадлани дьявола и все в таком духе. «Имортал Халк» – обязательное чтиво, но запрещенное чтиво для тех, кто про Халка до этого не читал. Вряд ли в таком случае вы сможете получить и четверть удовольствия, которое способен донести данный комикс. Со сценарной точки зрения, попытки поразить читателя порой приводили к сюжетным провисаниям и жертве темпа нарратива. Но в сухом остатке мы получили запоминающийся и знаковое чтиво, которое надолго останется в списке лучших работ по персонажа и лучших марвеловских серий этих лет. Можно долго спорить, насколько она заслуживает находиться в этом списке, насколько она подходит под понятие лучшего онгоинга прошлого года и этого года, но факты того, что данную серию не обделили, ее упомянули в очередной раз, насколько я помню, да, она была в новой серии, могу ошибаться, и тот факт, что серия оказалась действительно культовой, не то чтобы современная классика, но довольно культовой – это здорово. И хотелось бы, чтобы такого было побольше. Следующая серия в нашем списке – это серия уже от другой части «Большой двойки». Это серия под названием «Найтвинг» Тома Тейлора и Брун Редонда, серия издательства DC. О Найтвинге ходило много слухов, на данном канале их было очень много. Слухов в смысле отзывов и в смысле мнений, потому что я о нем говорил в списке лучшие комиксы 21-го года, я говорил о нем в списке, что посчитать про Найтвинга и так далее и тому подобное. И тут он номинирован на Айснер, и у меня нету чувства радости, потому что серия, несмотря на все ее плюсы, обладает еще и большим количеством минусов, которые мешают мне радоваться этой серии в подборке. Серия рассказывает нам про похождения одного дика – Влад Хевеню с улыбкой на лице и трехногой собачкой в квартире. Эту серию можно описать как самую комфортную линейку, выпускаемую DC в данный момент. Это произведение, которое ты читаешь, чтобы улыбнуться, расслабиться и получить удовольствие от того, что все хорошо. Она воспринимается как нечто из другой вселенной, где с главными персонажами особо никаких проблем не происходит, где все весело, мило и классно. Найтвинг Тейлора и Редонда – серия оптимизм, которую ты читаешь, чтобы почилить. Рисунок Бруно Редонда полностью это отражает и является главной причиной, по которой, открывая комикс, у тебя словно сваливается с души весь груз. Постоянные визуальные находки и попросту рисунок, который разительно отличается от большинства более давящих вещей из данной номинации. Но у серии есть проблема – это сценарий и сюжет. Сделав такую упор на комфортность, серия очень сильно провисла в плане истории. Если она двигается, то очень медленно. Если появляются новые идеи, то к ним есть вопросы. Как Slice of Life, как бытовуха Дика Грейсона и нечто заточенное под эмоциональную составляющую – это отличная штука. Сюжетно же данный комикс сильно проигрывает всем остальным в подборке. А жаль. Если подводить итог, Найтвинг – серия хорошая, комфортная, красивая-красивая. И попок Найтвинга там очень много. Однако, достойна ли серия, которая является комфортной и красивой, получить место в подборке? Стоило бы ли ее выбирать? Наверное, скорее, нет, чем да. Я рад этой серии, я люблю ее читать, но вопросы, конечно, к ее присутствию здесь имеются. Но, несмотря на все вышесказанное, серия в подборке. Будем за нее болеть, сказал бы я, если бы, опять же, не знал результатов. И последняя серия в нашем списке номинантов – это серия Something is Killing the Children. Джеймса Антанина IV и Вертера Деля Дера. Серия, о которой мы точно говорили. Я даже помню, о которой мы говорили в рубрике «Лучшие новые серии». Ну, не в рубрике, а в Айзене 2020 года «Лучшие новые серии». Там мы ее обсуждали, там мы о ней немножечко говорили. Но давайте все-таки я переговорю, мало ли вы этот ролик не смотрели. Данная серия рассказывает нам о Беррике Слоттер, охотнице на монстров, что в свою очередь охотится на детей. Мое отношение к детям, к серии, а не к концепту юных, человеков, очень сильно изменилось с прошлого моего упоминания. Дело в том, что изначально передо мной был очередной хоррор «Отайнина IV» про создания, которые обретают форму, когда ты в них веришь. Знакомая идейка, не так ли? Однако с того момента вышло больше десятка выпусков и, о боже мой, как же это хорошо. Дети стали в моем представлении лучшим альтернативным ангоингом, который выходит в данный момент. «Тайнин» крайне достойно смог в декорациях классического современного хорра по кирпичикам собрать целый мир, работающий по своим правилам и со своими условностями. Мир кланов-охотников, мир монстров, непростой мир, в котором хочется разбираться и за которым хочется следить. Серия довольно искусно разделена на сюжетные арки и она дает тебе ровно то количество информации, которое тебе нужно. Не больше и не меньше. Это позволяет сидеть на крючке выходящей серии и следить за ней. Жаль, я понял это чуть позже, чем успел проникнуться, чтобы дочитать до текучки. «Детки» — это вещь, которая смогла превратить уже надоевшие всем и вся комикс ужаса в более изобретательный и свой мир с уже вышедшим спин-оффом. И мир, где новые спин-оффы не будут восприниматься как доение популярной серии, а скорее как дополнение интересного сюжета. «Дети» — то, за чем я вас призываю следить в текущих альтернативных ангоингах. Оно того стоит, уж поверьте. В общем, если подводить итоги, вы могли понять, что дети, деточки мне нравятся, и я болею за них всей душой. Это прекрасный ангоинг, и это ангоинг, который прекрасно чувствует себя как ангоинг, и который идет как продолжающаяся серия, так, как и должна идти продолжающаяся серия. Которая, будучи альтернативной, не имея тимапных элементов и факта того, что может быть второй том, третий том, четвертый том и так далее, она продолжает жить, и живет она довольно богато и ярко. И теперь барабанная дробь победителей премии Айзнера в номинации «Лучшая продолжающаяся серия» — «Something is killing the children». Это невероятно здорово и классно, я очень рад и безумно счастлив, но они делят победу с комиксом «Bitterroot», который закончился и заработал своего, получается, пятого, арифметика меня не подводит, своего пятого Айзнера. Релизнув за этот год всего лишь один последний выпуск. Понимаете, настолько уверенно себя чувствуют ребята, что они думают, да ладно, один мы выпустим, чтобы просто оставаться в списке ангоингов, а там все равно возьмем. Новая сага, дамы и господа. Если серьезно, то результаты этой номинации меня скорее порадовали, чем нет, потому что дети все-таки получили победу. Ну, пускай ничейную, но победу. За них я действительно болел, как ни за какую-то другую серию. Не смотря на всю свою любовь к Халку, к любовь с оговорочками, к Найтфингу, свое почтение и уважение, кстати, на департамент правды. Я рад, что данная серия взяла, я рад, что она в списке победителей, я рад, что Таня Н4 в этом году, мы не будем делать ролик, поэтому я могу сказать, Таня Н4 в этом году получил приз как лучший сценарист 2021-2022, получается, уже года. Потому что серии он написал альтернативных довольно много, и серии альтернативные у него довольно хорошие, на мой скромный и субъективный взгляд. Серии выдались довольно неплохими. Пускай подборочка была не такой хорошей, как лучшие лимитки, о которой я уже говорил на этом канале, подсказка будет наверху, хотя это предыдущий буквально ролик, поэтому посмотрите, пожалуйста. Просмотров нихрена нет, но все равно были спорные серии, которые обладали конкурентоспособностью друг с другом, но при этом чем-то все-таки уступали. Вопрос зрительного зала, было ли что-то из онгоингов, что не включили, но я бы хотел, сейчас скажу, сейчас скажу. У нас из онгоингов были хорошие штуки, только какие я уже и не припомню. Пока я думаю над ответом вы пишите в комментариях, что вы думаете. Сложно. Я был бы рад, допустим, если бы наградили Spider-Woman текущий том. Он хороший, он выдался довольно хорошим, бойким и действительно неизвестным. Я очень разочарован, что не попался близ зубы, он, правда, должен был попасть в лимитку, но это действительно крутейшая серия, которая должна была оказаться в подборке лучших, так или иначе. Но нужно учитывать, что это все-таки конец 21-го года, все еще ковид, все еще многие серии онгоингов, которые выходят говно, поэтому тяжело выбирать из данного списка. Но я пока не могу сказать, но я подумаю и напишу в комментариях сам, кстати. Я вместе с вами напишу в комментариях, что из онгоингов выходило, что я бы, наверное, порекомендовал список лучших. Ну и вы напишите, что вам там очень сильно понравилось. Если бы я был бы мистер-эксперт, профессионал своего дела Айзнера, я бы, наверное, выбрал детей. Для меня дети являются цветами будущего, цветами жизни, поэтому их что-то убивает, да. Нет, я бы выбрал детей, потому что для меня, как я уже говорил, это тот самый онгоинговый, который сочетает в себе сюжетную и визуальную составляющую, которая работает друг на друга, которые отлично переплетаются, и серия выстроена по темпо-ритму именно так, как я хотел бы видеть онгоинговую серию. Именно такая серия меня зацепила. Еще есть одна серия, которая меня зацепила, и тоже, которая хороша, как онгоинговый, но мы о ней поговорим в следующем выпуске. Выпуске премии Айзнера «Лучшая новая серия». Итак, я себя закопал, заставив делать и третью часть. Что поделать? На этом все. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, естественно. Если вы новенький или новенькая в мире комиксов, у меня есть плейлист для новичков, с которым вы можете ознакомиться и узнать много всего. Если вы старенький в мире комиксов или старенькая, то для вас в целом любой ролик открыт. Смотрите, наслаждайтесь, надеюсь, что вы будете довольны. Ребенок кричит на фоне, что-то его убивает. Видимо. Это я. Скорее всего, мой оператор. Пишем в комментариях, что бы вы, кстати, выбрали лучшей серии из этого списка и какой он-гоник не номировали, хотя стоило бы. Скорее всего, я буду опять же сидеть и говорить, а, ну да, это же еще выходило. Джеффа. 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 Джефф не взял. It's a Jeff. Вот самое большое расстройство Айзнера. Тоже не будем об этом говорить. Джефф не взял лучше диджитал серию. Какого черта? Ну, это же прекрасно. Она же замечательная и классная. Какого хрена? Подписывайтесь, если вам все это нравится. И если вдруг вы хотите финансово поддержать мои творческие, ладно, не творческие, комиксные потуги, то обязательно чекайте бусте в описании, где вы можете даже заказать и оставить мне прочитать очень плохую серию. Я буду плеваться, но жрать кактус. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Руслан Хубиев. Читайте комиксы и наслаждайтесь жизнью. А, все, вспомнил. Всех благ. Пришло время очередной порции благодарности для чудесных, прекрасных и замечательных людей. Отдельное спасибо Центру за это, Григорию Фарафонову, Диане Лагун, Михалычу, Владимиру Вулгарду Данилову, Виктору Губенко, Левиафану941, Даниле Бирякову, Некрофагу и куплю себе что-нибудь красивое за поддержку канала на сервисах Патреон и Бусти.